Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава книги пророка Иезекииля я читаю в своем переводе с небольшими комментариями для портала Экзегет. Она продолжает тему Венеции, Парижа того времени, извините, города Тира, финикийского города Тира. Но не случайно в прошлой главе я сравнивал его с тем, как мы воспринимаем Венецию или Париж. Какой богатый торговый город на море, который одновременно интригует, который славен своей такой хитрой вероломной политикой. Или славен своими дворцами и великим каким-то искусством. И для израильтян, для маленького Иерусалима, провинциального городка по меркам того времени, Тир — это, конечно, мировая столица. И оплакивая Тир, Иезекииль одновременно описывает его красоту. А в 26 главе было не очень понятно, почему Тир все-таки погибнет. Ну, а монетяне, мавитяне 25-е злодейством довольны. Они говорят, Израиль разрушен очень хорошо, мы давно этого хотели. А в 26-й финикийцы всего лишь пользуются выгодой этого положения. Они говорят, это мне на пользу, говорит город Тир. Но неужели это повод разрушать город? Ну, хорошо, он там немножечко в свою пользу обернул. Наверное, есть другие. Наверное, вот сама эта позиция, бедствие других мне на пользу, она только следствие. Она только вывод из какого-то внутреннего устроения этого общества, этого города, этого народа. В 27-й главе это описано. «Было мне слово Господне, сын человеческий, и ты подними плач Атире». Вообще-то, Иезекииль у нас совсем недавно не оплакивал Иерусалим погибший, не оплакивал свою жену умершую. Атир он оплакивает. Вот вообще бывает так, что настоящее горе, оно накрывает и делает человека безмолвным. Человек сидит в ступоре. А какая-то мелочь, ну, гибель домашнего животного, например, человек действительно позволяет себе горевать, потому что это, на самом деле, меньшая травма, и ее легче пережить. Да, вот настоящее горе, оно опустошает и на какое-то время просто делает себя, ну, внутренне мертвым. И вот так Иезекииль оплакивает Тир, не оплакивая свою жену и свой город Иерусалим. «Подними плача Тири и передай Тиру, сидящему врат морских, ведущему торговлю с народами на множестве побережьей». Что говорит владыка Господь? «Тир, ты заявляешь, красота моя совершенна». О! Тут мы начинаем понимать, где корень. «Я самый красивый, я самый совершенный, я самый крутой, а все остальные для меня средства». «По морям пролели твои границы, зодчие тебя разукрасили». Тир действительно на земле почти не обладал территорией. Кстати, затем им нужна была торговля с Израилем. Они получали зерно, ну, оливы у них свои были, но немного. И прочие средскохозяйственные продукты, потому что Тир был городом торговым, у него земли практически не было, а его территория – это море. «По морям пролегли твои границы, зодчие тебя разукрасили. На обшивку тебя пошли кипарисы с синира, на мачту тебя взяли кедр с ливаном. Из дубов башанских сделали тебе весла, а палубу из кипрского самшита со слоновой костью». Ну, это, конечно, может быть, не сам шит, а кипарис, на самом деле, или бук, мы точно не знаем, но в любом случае это самые ценные деревья, растущие в разных областях. Торговый город может себе позволить импортировать все из разных стран. «Разноцветные египетские ткани стали тебе парусами, и были они как знамена». То есть он не просто использует стройматериалы для своего флота, а берет вот самое дорогое и делает это повседневно. Да, вот у него паруса из разноцветных египетских тканей, которые идут там на нарядную одежду. Вот настолько он богат. «И были они как знамена, еще бы издалека видно. А голубое и пурпурное полотно с побережья Лиши стало твоим пологом». Еще более ценное, пурпурное, вообще-то говоря, это знак царского достоинства. Темно-красный, багряный цвет. Его обычно пускали на царскую одежду, потому что очень дорого стоит производство этой краски. Химических красителей не было. Добывали таких особых моллюсков. Как раз в Финики это делали. Тир, в частности, на торговле пурпуром изначально приобрел такую славу и могущество. Вот из этих моллюсков делается пурпурная краска. Их нужно много для того, чтобы окрасить полотно, поэтому это очень дорого. И вот они этим как занавеской пользуются. «Жители Сидона и Арвада, городов, финикийских городов, служили тебе грибцами, и были у тебя свои умельцы тиры, они были кормчими». То есть тир, в данном случае, это главный из финикийских городов. «Были у тебя старейшины и мастера из Библа, еще один финикийский город». Кстати, слово «Библия» происходит из Библа. Откуда ее там не писали. Просто в Библии делали очень хорошо папирусы. И потом эти папирусы по-гречески стали называться «Библион книга». Множественное число «Библия о книге». Ну, библская, да. Как там бывает, вино шампанское, да. А вот книга — это библская. И поэтому Библия, не имея отношения к городу Библа, получила название от этого города. И мастера из Библ, чтобы чинить протечки. Они там были мастеровито в этом Библии. Они все умели. «Истекались к тебе все морские корабли с мореходами, чтобы вести с тобой торговлю. Персы, лидии, целевицы служили в твоем войске, были твоими воинами. Торговому городу зачем свое немногочисленное население отправлять в армию? Наемники? Веншали на твои стены щиты и шлемы, придавая тебе величие. Уроженцы Орвады и Килики, Килики — еще одна Приморская область, стояли кругом на твоих стенах, а на башнях люди из Гаммада. Развешивали они колчаны по твоим стенам, дополняя твое убранство». Космополитический город, да. А как в Париже, там зайдешь в магазин, там не французы будут продавать, потому что зачем им заниматься низким трудом, а не чем-то более высоким. «Торговал с тобой Торшиш, так много было у тебя богатства». А Торшиш — это такой Нью-Йорк древнего Ближнего Востока, некий город далеко на Западе, мы до сих пор не знаем, какой. Возможно, как раз финикийская торговая колония, где-то в районе Испании и Португалии, за Геркулесовыми столбами, за Гибралтаром, но мы точно не знаем. Его всегда приводят в Библии, как пример очень далекой страны на Западе, куда плавают только самые мощные корабли, и торговля с ним, конечно, баснословных стоит прибыли. «Торговал с тобой Торшиш, так много было у тебя богатства, платя серебром, железом, свинцом и оловом за твои товары». «Иония, Тувал и Мэших» — не все страны знаем Тувал и Мэших, мы не знаем, что Иония — это островная Греция. «Торговали с тобой, отдавая живых людей из сосудов из бронзы за твое добро». Роботорговля была нормальным бизнесом. «Из Беттагарма привозили лошадей, боевых коней и мулов за твои товары». «Торговали с тобой люди из Дедана, со многими побережьями шла торговля, возле тебе в уплату слоновую кость и черное дерево». «Торговали с тобой арамеи, не так много было у тебя изделий». Арамеи — недовольно большой народ, сухопутный, как раз до этого у нас все островные или прибрежные страны. Арамеи очень много, чтобы они с тобой торговали, как Китай нынешний. Нужно иметь какой-то особый ассортимент. «Платили бирюзой и пурпуром, разноцветными тканями и льном, кораллами и рубинами за твои товары». «Торговали с тобой иудеи и страна израильская». В самом конце, понимаете, что такое иудеи и страна израильская на древнем Ближнем Востоке. Это маленькие, крохотные какие-то кусочки Ближнего Востока, которые даже в списке торговых партнеров Тира стоят на последних позициях. «А давай пшеницу, измени ты, сладости, мед, масло и бальзам за твое добро. Сельскохозяйственные поставки, самые дешевые, там другие, бирюзу, пурпур, боевых коней, сосуды из бронзы. А израильтяне пшеницу, мед, масло. Бедная маленькая страна, что она может еще дать? Торговал с тобой Дамаск, так много было у тебя изделий, так много всякого богатства. Хилбонским вином и белой шерстью. Дамаск, там же где и сегодня столица Сирии, и то побогаче». «Вино и шерсть, а не пшеницу». «Дан и ионийцы из Узала за твои товары платили кованым железом. Кассия» — это такое романтическое растение. «И благовонный тростник шли тебе на обмен. Дидан торговал с тобой роскошными попонами для верховой езды». Как Иезекииль хорошо осведомлен о делах на Тирской торговой бирже. Вот прям все товары знает. Мне интересно, он там бывал, наверное, до того, как в плен попал. Потому что явно очевидец рассказывает. «Аравии, князья Кидарские, торговали с тобой, давая тебе в обмен ягнят, баранов и кос. Торговали с тобой торговцы из Шевы и Раамы отборными благовониями, всякими драгоценными камнями и золотом платили за твои товары. И Харан, и Канне, и Аден, и торговцы из Шевы, Ассирии и Келмады торговали с тобой». «Половину стран мы не знаем где». Ну, Ассирию знаем, конечно. «Они торговали с тобой одеяниями, голубыми и пестрыми одеждами, разноцветными покрывалами, кручеными канатами. Торговали всем этим на рынках твоих. Везли твои товары торшишские корабли». Вот те самые, которые сквозь все Средиземное море могут ходить. «Стал ты среди морей, богат и славен. Твои гребцы вывели тебя в открытые воды. И вихрь с востока разрушит тебя среди морей». Фух. Прямо вот очерк древней ближневосточной торговли. Что продавали, какие страны славились именно этими товарами. Интересно, но почему-то вот Иезекиир решил это включить. Видимо, у него было какое-то свое очень личное отношение к Тиру. Ну, а дальше вот пророчество вихрь с востока разрушит. Что это будет? «Твое богатство, твои товары, твоя торговля, твои корабельщики и кормчии, те, кто чинил в тебе протечки и кто торговал твоим товаром». Да, очень такой подробный перечень разных профессий. «И сколько бы ни было у тебя воинов, а с ними все множество твоих жителей, все рухнут в морскую пучину в день твоего падения. От вопли твоих кормчих содрогнутся равнины, сойдут со своих кораблей все купцы, корабельщики и кормчие морские, и встанут на суше». Интересно, они даже закончат свою морскую торговлю, свой бизнес. «И во весь голос горько о тебе зарыдают, прахом головы посыпают, в пыли будут кататься. Из-за тебя они обреются наголо, опояжутся мешковиной, от горечи душевной зальются о тебе горьким плачем». Ну, это жест траура. Снять одежду, обернуться мешковиной. И да, еще волосы, конечно, это символ достоинства, поэтому бреющийся человек – это человек скорбящий. И бороду, и то, что на голове. «В скорби своей не служит о тебе плач погребальный, так запоют». А дальше идет прямо поэтический гимн «Плач о городе Тире». «Как он был из-за Киилю дорог». Вот не знаю, почему, загадка. Ну, у каждого есть своя личная история. «Кто подобен Тиру, умолкшему среди моря, когда пребывали с морей твои товары? Насыщал ты множество народов, великое богатство твое, твоя торговля царей земных обогащали. А теперь ты в водной пучине, разбит морями. Товары и множество твоих жителей пропали. Ужаснулись твои участи все жители побережья, содрогнулись цари, дрожь исказила их лица. Присвистнули иноземные торговцы о тебе, заслышав. Страшна твоя участь, и сгинул навеки». За что? Ну, в предыдущей главе мы читали за то, что беда с Израилем, разрушение Иерусалима воспринималась как повод для торговой прибыли. А здесь мы видим, Тир, ты заявляешь, «Красота моя совершенно». Очень кратко в самом начале главы Иезекииль дает причину, по которой Тир постигнет это бедствие. Вот здесь это причина, скажем так, гордость, самонадеянность, уверенность в том, что лучше Тира нет никого и ничего. Ну, вот такие издержки бывают у торгового успеха, у культурного развития, у политического влияния, когда хочется такое себе сказать. Тема Тира продолжится в 28 главе, а заодно и о соседе Тира, городе Сидоне, там тоже будет сказано.